Добрый вечер. О главных событиях до моему часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Патагу Сарколова и в начале коротка о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хватает тренерам, чтобы воспитывать чемпионов. Об этом и не только расскажут. Паспорта вакцинации за 100 тысяч тенге. В ТРАУ преступную схему наладили две медсестры. Причем работа была поставлена до автоматизма. Одна выливала вакцину, другая вводила в систему информацию о том, что пациент якобы получил прививку. Каждый компонент девушки оценивали в 50 тысяч тенге. Начато досудебное расследование. Полицейские сейчас выясняют, сколько человек обратились к мошенницам. Похожую схему выявили и на востоке республики. Правда, там доходы мошенников были скромнее. Стоимость фиктивных документов варьировалась от 10 до 15 тысяч тенге. В изготовлении поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок также улечили медиков. По принципу «утром деньги, вечером паспорт» псевдовакцинацию прошли больше 30 жителей семьи. Личности всех участников незаконных сделок устанавливаются. Подзаработать на эпид-ситуации решил и 34-летний житель Усть-Каменогорска. Он распечатывал отрицательные ПЦР-тесты в обход специализированных лабораторий. Бизнес-планы злоумышленника вовремя вмешались полицейские. Фигуранты врачебных афер задержаны с поличным и уже дают показания. Противоправные действия медицинских работников квалифицированы по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан подделки изготовления или избыт поддельных документов, санкция, которую предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет. В Уральске задержали двух сотрудников страховой компании. Спектр их услуг оказался гораздо шире. За доплату они подделывали не только ПЦР-тесты, но и справки приглашения от российской клиники, которые использовались для пересечения госграниц. Как сообщили в полиции, за изготовление фальшивых документов им грозит уголовная ответственность. Под следствием также оказались трое горожан. Поддельные ПЦР-тесты они приобрели, чтобы устроиться на работу. И теперь могут оказаться за решеткой. Сохраняем копию на телефон. Прямой эфир из заведения, которое должно быть закрытым. В столице в очередной раз выявили нарушителей карантина. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили рестабар, в котором, судя по всему, проигнорировали постановление Сандрача. Внутри находились посетители. Молодые люди развлекались, пели в караоке и делились этим видео со своими подписчиками. Владельцы заведения в итоге привлекли к ответственности. Всего за выходные мобильные группы проверили больше 150 объектов предпринимательства. Пресечено 40 нарушений. В одном из случаев полицейские остановили той, на которой были приглашены две сотни гостей. Среди них было много пожилых людей и дети. В отношении владельцев заведения собран доказательный материал. Его направят в органы для возбуждения административного дела. В Кослардинской области коронавирусом стали чаще болеть дети. За последний месяц количество койко-мест в областной больнице для них увеличили почти в пять раз. Из 57 маленьких пациентов двое в реанимации. Большая часть заразились от невакцинированных родителей. Сейчас в стационаре приостановили прием плановых больных. Дополнительно планируют развернуть 20 поек. Только за последние сутки в регионе выявили 206 новых случаев заражения. За июль выявлено 3387 случаев COVID-19. Всего с начала текущего года 7740. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Главная причина всплеска коронавирусной инфекции – нарушение карантина. Несмотря на ограничения, в регионе продолжают проводить пышные семейные торжества и тои. Если это не остановить, то мы рискуем пережить повторный прошлогодний сценарий июля. Только пик заболеваемости и смертности в этот раз придется на август. По сравнению с прошлым годом, количество инфекционных коек в нашей больнице увеличилось в разы. При этом анамнез больных детей показал, что большинство из них – это контактные дети, заразившиеся от инфицированных родителей. 99% последних не вакцинированы. Мы просим взрослые населения привиться и воздержаться от посещения многолюдных мест, соблюдать карантин и при первых симптомах обращаться к врачам. 178 человек госпитализировали за минувшие сутки в инфекционные стационары столицы. Медики бьют тревогу, заполняемость больницы растет, и почти каждый второй пациент нуждается в кислородном концентраторе. 40 жителей сейчас подключены к КВЛ. Самостоятельно дышать они не могут. Всего в городе работают 16 стационаров, в которых сейчас находится почти 3000 пациентов. При этом медики отмечают, что большинство из тех, кто поступает в тяжелом состоянии, не вакцинированы. Сложная ситуация и в Ак-Тубе. Там растет число зараженных, которые поступают в больницы в тяжелом состоянии. Инфекционные стационары города близки к полному заполнению. Некоторые из них уже заняты на 90%. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, сейчас в реанимационных отделениях более 90 пациентов. Кроме того, под наблюдением врачей находятся 260 детей. 19 из них в больнице. За минувшие сутки в области выявили еще 238 инфицированных. Жителям рекомендуют пройти вакцинацию и не посещать места массового скопления людей. И свежие данные по привившимся от коронавируса. Почти 5 миллионов 430 тысяч казахстанцев получили первую дозу вакцины. Полностью прошли иммунизацию 3 миллиона 837 тысяч человек. Еще опаснее, чем считали ранее. Американские эксперты изучили штамм Дельта. А вот к какому выводу пришли, расскажет Сергей Корняков в программе Актуально. Штамм коронавируса Дельта, который еще называют индийским, может быть более опасным, чем считалось ранее. Результаты исследований представили эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний. Согласно внутреннему документу, который проанализировала газета The Washington Post, Дельту можно считать полноценным новым вирусом. Одно из главных ранее не озвученных свойств штамма, вакцинированные люди могут распространять его так же легко, как и непривитые, хоть и не будут болеть сами. О нарастающей угрозе расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. Похоже, что опасность Дельта-штамма коронавируса недооценили. Одно из главных новых его свойств – это способность находиться в организме вакцинированного. При этом человек остается здоровым, но может заражать окружающих людей, не зная об этом. Это подтвердили исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки. И анализируя одну из вспышек болезни, ученые выяснили, что некоторые привитые люди распространяют такое же количество коронавируса, как и невакцинированные. Заразность Дельты гораздо выше и сравнима с заразностью ветрянки. Если заболевший обычным вариантом COVID-19 заражал одного-двух человек, то инфицированный Дельтой может заразить 8-9 человек. Но вакцина все же эффективна даже против опасного штамма Дельта. Согласно официальным данным, в США заразились коронавирусом всего около 0,8% от общего числа привитых людей. Случаи инфицирования среди вакцинированных граждан, конечно, есть. Но чаще всего это пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом. Прививка втрое снижает риск заболеть ковидом и в 10 раз перенести инфекцию в тяжелой форме. Чрезвычайная заразность Дельты делает коллективный иммунитет более сложной задачей. В некотором смысле вакцинация теперь связана с личной защитой. Защитой от тяжелых заболеваний. Казахстанские врачи тем временем также заявляют о том, что подавляющее большинство находящихся в реанимации людей не были вакцинированы. Поэтому для них течение болезни проходит в более тяжелой форме. И как и во всем мире, Дельта становится доминирующим и в Казахстане. С момента заражения в течение 7 дней у человека клинические симптомы могут развиваться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание. Основные симптомы очень похожи на ОРВИ. Боль в горле, насморк, головная боль. Причем потеря обоняния, к которому все привыкли, как к симптому коронавируса, к этому штамму менее характерна. В числе возможных последствий инфицирования Дельта штаммом врачи называют потерю слуха и тромбозы вен нижних конечностей. О течении болезни может сопровождаться болями в животе, диареей, тошнотой и рвотой. В условиях распространения опасного индийского штамма, когда окружающих коронавируса могут заражать и здоровые, вакцинированные люди, вновь становятся актуальными меры безопасности, ношение масок и соблюдение дистанции. Берегите себя. Продолжаем выпуск. В традиционном формате планируют начать новый учебный год в Туркестанской области. Но учиться каждый класс будет в определенном кабинете. Перемены между уроками планируют объявлять в разное время, а при необходимости введут дополнительные смены. На особом контроле вакцинация педагогов. Прививку против COVID-19 уже получили 98% из них. Добавлю, что в регионе начали набор детей в первые классы. Прием документов ведется онлайн. Ожидается, что в этом году порог школы впервые переступят почти 70 тысяч детей. До начала учебного года есть месяц. В течение этого времени многое может поменяться, как в лучшую, так и в худшую сторону. Пока мы планируем начать обучение в очном режиме. Но если число больных продолжит расти и республиканская межведомственная комиссия запретит учиться в обычном режиме, то мы будем вынуждены начать учебный год в онлайн-формате. 160 случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали в Китае. Это максимальный показатель за последние 10 дней. Среди них большую часть составляют локальные факты, в том числе бессимптомные заражения. Как сообщают власти, за последнее время зафиксировали столько же случаев, сколько в общем за предыдущие пять месяцев. В стране усиливают карантин и ускоряют процесс вакцинации. За последние пару недель болезни охватило почти половину регионов Китая. Большинство случаев связаны с Нанкином. Там, по данным местных властей, после уборки самолета, прибывшего из России, заразилась сотрудница аэропорта. Эксперты подтвердили, что виновник быстрого распространения очагов инфекции – Дельта Штам. Досталось и еще не оправившиеся от наводнения провинции Ханань. Во всех пострадавших регионах, включая Пекин, усилили санитарные меры. Мы советуем тем, кто недавно вернулся из зон высокого риска, как Нанкин, Чжанцзиадзе и Чжэньчжоу, сообщить об этом по месту работы или проживания. Что касается близких контактов больных, то помимо карантина близких или вторичных контактов, работающие или проживающие рядом с ними находятся под постоянным контролем с запрещением посещения любых общественных мероприятий. Жителям районов столицы, где зарегистрировали случаи заражения, запретили покидать город. Всем остальным также посоветовали никуда не выезжать, особенно в регионы с COVID-19. Это в частности касается работников госструктур. Оставшееся лето парки и достопримечательности Пекина сократят количество посетителей до 60%. Чтобы бороться со вспышкой, в стране также ускоряют процесс иммунизации. Вакцинация должна проводиться вместе со строгими мерами профилактики и контроля. Это основной путь предупреждения о вспышке эпидемии. После получения прививки мы советуем людям продолжать соблюдение личных мер защиты. Жители Китая получили больше миллиарда 600 миллионов вакцин. Привились 150 миллионов пожилых и 12 миллионов подростков в возрасте 12-17 лет. По данным экспертов, существующие препараты эффективны против дельтавируса. Однако этот вариант более заразный, поэтому и сдерживать его сложнее. На сегодняшний день в стационарх КНР находятся около полутора тысяч больных, включая бессимптомных носителей. Батагост Сергобаева, Владимир Горобарь, Хабар-24, Китай. В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Антирейтинг возглавляет США. Там, по данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня выявили почти 35 миллионов случаев. При этом суточный прирост продолжает бить рекорды. Инфекция, по словам медиков, в основном распространяется среди невакцинированных граждан. Флорида может стать новым эпицентром распространения коронавируса. В американском штате на днях зафиксировали рекордный с начала пандемии суточный прирост заражений свыше 21 тысячи. Или каждый пятый случай в США. Ухудшение эпицитуации в стране связывает с нежеланием жителей вакцинироваться. Около 100 миллионов человек еще не привиты. И в группе риска как раз они. Число непривитых граждан на сегодня довольно велико. Хочу отметить, что граждане, не получившие прививку от коронавируса, одни из основных разносчиков вируса. Растет число заражений коронавирусом и в Японии. За последние сутки только в Олимпийской деревне выявили 17 новых случаев. Таким образом, общее число инфицированных среди тех, кто задействован в проведении игр, приближается к 300. В целом по стране свыше 12 тысяч новых заболевших. Число зараженных коронавирусом растет. Думаю, что это неизбежно. Я уже получил прививку от коронавируса, но все же боюсь заразиться. Я живу в Йокогаме. Здесь много ресторанов, которые продолжают работать. Там очень много посетителей. Высокий суточный прирост заражений фиксирует и в России. Коронавирус нового типа выявили. У более чем 23 тысяч человек. Всего же с начала пандемии ковид подтвердился у 6 миллионов россиян. Ассель Абдыкалыкова, Хабар, 24. И к другим темам. Средиземноморские страны в огне. Турция, Италия и Греция охвачены листыми пожарами. Горит не только растительность, пострадали дома и люди. И если в Турции имел место поджог, то в европейских странах причиной стала жара. О природной катастрофе в нашем дайджесте. Над турецким марморисом повисло густое облако дыма. Из-за киплами не могут перекинуться на здания пятизвездочных отелей. Из нескольких эвакуировали туристов. Огненным полотнищем юг Турции объят шестой день. В Тушине задействованы не менее пяти самолетов, 45 вертолетов. На помощь им отправились добровольцы из местных жителей, а также группы поддержки из России, Украины, Ирана и Азербайджана. По заявлению властей, большинство из более чем ста пожаров удалось локализовать. Тем не менее, пожары в Манавгате, Марморисе и городе Милос продолжаются. Стихия унесла жизни восьми человек. Мы в панике. Я просто схватила сумку и села в машину. С собой взяла только лекарства, маски, глазные капли и бутылку воды. Еще одна средиземноморская страна охвачена огнем. Пляж Лекомпанино на окраине Катании был уничтожен лесным пожаром. Власти распорядились временно закрыть аэропорт Фонтороса и начать эвакуацию местных жителей. Пожарные боролись с огнем сутки напролет. Но их работу усложняли сильный ветер и жара. На холмах Зирии на западе Греции в воскресенье вспыхнул пожар и распространился по направлению к побережью. Огонь уничтожил сосны и оливковые деревья. Повредил дома. Мы здесь, чтобы помочь. Все, что потребуется, мы сделаем, используя имеющиеся у нас средства. Жители деревень эвакуировали, но 15 человек отравились угарным газом. Очередная волна жары ждет греков на недели, когда температура воздуха прогреется до 45 градусов по Цельсию. И вновь о событиях в нашей стране. Лишь половину от необходимого запаса сена смогли заготовить фермеры трех районов Костанайской области. В Житокаринском, Денисовском и в районе Бембета-Майлина. Всему виной засуха. В этом году там отмечается неурожай грубых кормов. В других частях области ситуация получше. К примеру, в Узункольском районе заготовлено 80% от необходимого запаса сена. Но и там есть фермеры, которые испытывают в этом году трудности. Мы немножко сена заготовили. В пределах полторы тысячи тонн. Хотя из себя этого мало. Нам пришлось из-за этого немножко сократить поголовье скота. Порядка ста голов нам пришлось забить. Потому что этого количества нам не хватает на зиму. Тяжелый был сенокост в этом году. Тяжелейший, можно так сказать. Возили даже за 25-30 километров. Заготавливали. И технику гоняли на такое расстояние большое. Большие, конечно, сумасшедшие затраты понесли. 9 лет тюрьмы грозит столичному застройщику Сергею Котлярову. Такое наказание для него запросил прокурор. Судебное следствие завершилось в Сараркинском районном суде. Котлярова обвиняют в мошенничестве и причинении материального ущерба в особо крупном размере. По версии гособвинения, он заключил сделку взаимозачет СТО, обеспечением которой стали 25 квартир в строящемся жилом комплексе Шигыз. Эти же квартиры попали под двойные продажи. Их реализовали дольщикам через риэлтора. Между тем, сам застройщик вину не признает. Предлагаю признать Котлярова Сергея Владимировича от 38-го года рождения виновным совершением уголовного правонарушения присмотренного в статье 190 часть 4 пункта 2 МК Республики Астана и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободного учреждения уголовно-инспортной системы средней безопасности. В безконсистенции имущества запретно заниматься деятельностью, связанной со строительностью привлечения денежных авторий в дольщиков на 5 лет. Меры пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей и взгляд под стражей не медленно. В ходе судебного следствия противоречия утверждаемых обстоятельств о наличии прав на квартиры данными лицами неоднократно подтверждалось, что никаких зачетов долга от его строительства в виде стоимости квартир, указанных в договоре цессии, не проводилось. И на баланс его данные квартиры не принимались. 46 миллионов тенге задолжали работникам машиностроительного завода в Усть-Каменогорске. По словам заводчан, многие из них еще не получили зарплату за июль. Между тем, некогда крупный промышленный комплекс сегодня простаивает. Действует лишь один цех, остальные закрыты из-за дефицита сырья. Исправить ситуацию на производстве и покрыть задолженность по зарплате обещают новые инвесторы. Впрочем, реанимировать завод пытались еще в 2015 году. Тогда из республиканского бюджета инвестировали свыше 10 миллиардов тенге. За три месяца дали 25 тысяч, что делать с ними? Кушать хочется, платить нужно за электричество. Я же уже вам объяснил вот это все. Ничего нет. Мы все люди, которые здесь присутствуют, мы все в долгах. К нам в управление госинспекцией труда поступило от 256 работников завода в части нарушения трудового законодательства по несвоевременной выплате заработной платы заявление. Но по этому заявлению у нас уже назначена внеплановая проверка. Свыше 550 несанкционированных свалок выявили через космомониторинг в Восточном Казахстане. По оценкам экологов, регион буквально утопает в мусоре, а коммунальные службы не справляются с ликвидацией стихийных полигонов. Только с территории Усть-Каменогорска в этом году вывезли свыше 9 тысяч кубометров ТБО. Вот только хранить отходы негде. Городская свалка нуждается в рекультивации. Всего же на востоке республики действует 430 полигонов. Но технологические нормы складирования твердых бытовых отходов соблюдены лишь на 32 объектах. Начать утилизацию планируют не раньше 2022 года. К этому времени в областном центре рассчитывают достроить мусоросжигательный завод. Свалки не уменьшаются в связи с тем, что все-таки состояние гражданского населения мусорить где попало и скидывать мусор, оно присутствует. Если убрали с первой по 50-ю свалку, то можно начинать все с самого начала. Поэтому нужны эффективные меры для того, чтобы ликвидировать свалки. На отсутствие туалетов, слабую сотовую связь и мусор, жалуются туристы Аллаколя. В этом году в зонах отдыха Семеречья наблюдается небывалый поток туристов. Однако сервис слабоват, признаются гости. Гульнар Жантасова продолжит тему. Около двух сотен зон отдыха насчитывается на побережье Аллаколя со стороны Алматинской области. Сейчас в самый разгар сезона здесь нет свободных мест. Многолюдно и на берегу. Температура воды идеальная, а вот должного сервиса нет, говорят туристы. Из того, что хромает здесь, мы думаем, что это в первую очередь сотовая связь. Во-вторых, нужно создать условия для того, чтобы людям комфортабельнее чувствовало себя на отдыхе. Кабинки для переодевания, душевые комнаты, возможно. Биотуалеты можно было бы подставить. Берег грязный очень. Хотелось бы, чтобы патрулировали прибрежную зону. За чистотой смотрели. Туалеты очень далеко, и их очень мало. Детей приходится чуть ли не за километр водить. На протяжении 13-километровой пляжной зоны установлено всего 8 стационарных туалетов. Есть определенные санитарно-экологические требования. Туалеты нужно устанавливать не ближе 50 метров от прибрежной зоны. Ну а насчет количества. Сейчас в селах Акщи и Коктума строится канализационная сеть. Когда ее строительство будет завершено, мы сможем установить современные туалетные комнаты со всеми удобствами для туристов по всей пляжной зоне. Строительство канализационных сетей здесь начали в июле прошлого года. По графику завершения работ назначено на конец декабря этого года. В связи с туристическим сезоном сроки сдвинутся на два месяца. Потому что запрещено сейчас пока копать здесь по побережью. Общая протяженность всего проекта 70 километров. На сегодняшний день выполнено чуть больше 60% объема работы. Остальное мы за 4 месяца сейчас закончим. Второй очередью станет строительство канализационно-очистительных сооружений, которые планируют завершить к концу следующего года. В скором времени местные власти обещают решить проблему с качественным выходом в интернет. Сейчас компания-оператор уже работает над усилением сигнала сотовой связи в курортной местности. В Алматы нет ни одного бассейна международного уровня, где дети могли бы заниматься водными видами спорта. К такому выводу пришли родители воспитанников спортшкол города. Группа неравнодушных алматинцев обратилась к депутату Мажелиса Ирине Смирновой, которая в свою очередь детально изучила проблему. Почему в крупнейшем городе Казахстана сложилась подобная ситуация, разбирался Григорий Беденко. Плесень на потолке, штукатурка, которая отваливается крупными фрагментами, антисанитария и ощущение разрухи. Трудно поверить, что в этом бассейне тренируется олимпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин. Но, к сожалению, это реальность, которая в определенной степени шокирует. Бассейн находится на балансе Республиканской академии туризма и спорта. По информации депутата Мажелиса парламента Ирины Смирновой, сегодня в городе с населением почти в 2 миллиона человек нет ни одного бассейна, который бы соответствовал современным стандартам. Да, у нас есть бассейны, глубина которых от полутора метров до двух и не больше того. Несколько бассейнов, которые более-менее соответствуют стандартам, которые востребованы, которые нужны, это те бассейны, которые были построены еще в советское время. Но, например, в Институте физкультуры и спорта, который у нас есть, он в таком ужасном состоянии, что туда приходить просто неприятно, просто запущенное состояние. Несмотря на то, что это учреждение учебное было приватизировано, но оно совершенно не поддерживается в достойном виде. Все другие спортивные бассейны города находятся в частных руках. Государственные объекты такого профиля уже давно сданы в аренду. При каждом бассейне в штате есть свои тренеры. Но, как считает депутат Смирнова, они не готовят тех молодых спортсменов, которые способны показать какой-либо результат. Они просто учат плавать. Причем стоимость подобного обучения довольно приличная. Чтобы приобрести абонемент, необходимо заплатить от 17 до 40 тысяч тенге. И таким образом, вот мы сейчас уже на Олимпиаде, мы увидели, что наши водные виды спорта не смогли занять никаких не то что призовых мест, а попасть в десятку, скажем, лучших участников. Ренат Хамеди, общественный деятель и руководитель инициативной группы, полностью согласен с депутатом Смирновой. Алматы город большой, он растет, а бассейнов для занятий водными видами спорта хронически не хватает. И самое неприятное в этой ситуации, по мнению Рената, это то, что у государственных спортивных школ нет собственной тренировочной базы. Для того, чтобы занимались синхронным плаванием, то есть нужен бассейн до трех метров. Для прыгунов нужен бассейн шесть метров. У нас таких бассейнов всего два, они переполнены, заполнены, и один находится в плохом состоянии. Также есть моменты, когда родители детей, которые занимаются синхронным плаванием профессиональным и учатся в государственных спортивных школах, они вынуждены платить дополнительно за бассейн. Почему это происходит, это надо разбираться, но такие платежи есть. Однако пессимизм мажористмены и общественников совсем не разделяет старший тренер по плаванию города Алматы Николай Загриценко. Он считает, что проблема сильно преувеличена. Плохо мы тренируемся или хорошо, но мы являемся чемпионами страны, победители командного первенства. Выиграли молодежные игры, и выигрываем чемпионат из улицы Казахстана командой. Так что, что касаемо спортивного плавания, у нас пока хорошо. Хороший бассейн построили в Талдыкургане, хороший бассейн построили в Ак-Тубе, хороший бассейн строят в Караганде, в Кустанае. Ждем, когда большой 50-метровый бассейн построят в городе Алматы. Как считает тренер, сейчас спортивное плавание в Казахстане переживает те же проблемы, что и вся страна. Пандемия серьезно подорвала и систему подготовки. Ощущается недостаток финансирования. И когда все это закончится, уверяет Николай Загриценко, тогда и Казахстан получит свою долю большой спортивной славы. Григорий Биденко, Мухит Кудыкбаев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. Из завершения выпуска казахстанские каратисты прибыли в Олимпийскую деревню в Токио. Напомню, соревнования по этому виду спорта в Олимпийской программе представлены впервые. Первые поединки состоятся 5 августа, финальные 7-го. Нашу страну на Олимпийских играх представят пятеро спортсменов. Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Мурканат Ажиканов, Мольдер Жамбарбай и Софья Берульцева. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.